Всем привет! Меня зовут Елена и вы на моем канале Живой Вяжу в Италии. Сейчас я поставлю вам вставочки, предварительное видео, которое я сняла, кусочки. И продолжу показывать носки, расскажу немножко, какие пары я покажу, и сколько их, и... Ну и все, какую-то маленькую информацию вам дам. На улице очень жарко, в доме работает кондиционер, поэтому я пристроилась в доме. Не знаю, как тут освещение, так вроде бы неплохо, но какие-то тени, вот близки. Ну ладно, ничего страшного. Я такая, какая есть. После маленького отпуска загорела чуть-чуть, так что нашла время снять вам вот это небольшое, думаю, небольшое получится, коротенькое видео. Так. Ну что, начинаю подсчет носков. Пока их разложила в кучку, все собрала, все, что есть, готовые. Вот эти только с пылу, с жару, сейчас только ниточки осталось обрезать. Там поразбросаны прошлогодние остатки. Так, ну и здесь еще тоже есть немножко остатков. Я их пока так вместе все сложила в кучку, чтобы посмотреть по размерам, плюс-минус. Но сейчас, естественно, буду все перемирять. Вот пока такая красота. Еще огромный объем работы меня здесь ждет. Я уже все инструменты подготовила для прикрепки этикеток, записи, учета. Так что, пожелайте мне удачи. Встретимся с вами попозже. Я вам покажу, расскажу, сколько чего и всего сколько пар носков. Интересно, вот, кстати, сколько здесь может быть пар носков. Вот и я. Пересчитала я все свои носки. Разложила по стопочкам уже, все перемерила. То есть получилось у меня немножко там изменения в размерах. Вот. Такие вот у меня стопочки. Вот это у меня тридцать седьмой размер. Их мало. Это еще вот что осталось с прошлого года, кстати, остатки. Потом тридцать восьмой. У меня вот такие две стопочки получились. Тут и Хеликс. Вот эти синие с прошлого года остались. Дальше. Стопочка тридцать восемь тридцать девять. То есть. Так. Дальше стопочка. Что у меня здесь за стопочка? Тридцать девять. Да, тридцать девять. Что можно и на сорок натянуть. Ну, в общем, вот такие вот красавчики. Следующий у меня размер сорок один. Да, здесь был тридцать девять, сорок. Здесь сорок один. Я их все отфотографировала, разложила. Такая красота. Так, здесь у нас размер какой? Сорок два, скорее всего. Да, сорок два. Может, шумит вам тут, как у меня кондиционер работает. Потому что на улице невозможно снимать вообще жара. Вот. Сорок второго очень тоже много получилось у меня носочков. И здесь получается сорок третий. Такие расцветки. И сорок пять, сорок шесть. Такие вот. Красивые, прекрасивые. Ну, и здесь у меня горочка детских. Это все с прошлого года. Короче, все, что у меня с белыми этикетками, это с прошлого года. Остальные я вот такие вот. У меня новые просто визитки. И вот на визитках. Вот такая у меня визитка. Я просто сделала дырочки и соединила. Написала только размер. Здесь мои данные. Вот так вот. И у каждой пары присоединяем. Всего, всего у меня получилось здесь. С прошлогодними носками. Так, не будем считать. Вот мыши. Что остались и детские. Те не будем считать. То есть вот только большие взрослые размеры. Всего семьдесят четыре пары. Вот. Но здесь есть и с прошлого года. Прошлогодних здесь, в общем, не очень много. Ну, штук, может быть, двадцать. Что остались с ярмарки прошлогодней. Вот такая красота. Еще вяжутся носки у нас еще в процессе. Но сейчас я хочу перекинуться, пока повязать эти митинги. Потому что у нас ни одной пары нет. У меня сеструлечка моя вяжет, конечно, там старается. Но пока ни одной пары нет в коробочке. Все было продано подчистую. Сейчас я связала. Сейчас я вам покажу. Как-нибудь пристроюсь. Покажу, что я связала. Мой еще эксперимент. Сейчас подключусь. Только камеру зафиксирую, заблокирую. Итак, вот такой эксперимент. Рукавички, митинги. Смотрите. То есть здесь такая петелька на пуговичку. Все. И получаются митинги. То есть если там в телефоне или что-то. Вот. Видите, как интересно. Дело в том, что у меня на ярмарке в прошлом году спрашивали вот такие рукавицы. Именно работники, участники ярмарки спрашивали, есть ли у меня такие рукавички. И у меня их не было. У меня были просто митинги. И все. Вот. Так. И тепленько ручком. Вот я решила проэкспериментировать, связать. Посмотреть, как заинтересует ли людей такой вариант. Тем более, что такой пряжи у меня очень много. Ну как очень много. Я просто в свое время купила несколько коробок разных цветов. Вот эта шерсть стопроцентная. Но она немножко колюченькая. То есть, я думаю, что в принципе в холод для рук очень хорошо. Как вариант. Что скажете? Ну, естественно, вяжу митинги классические мои, которые с косами, по которым у меня есть мастер-класс на канале. И вяжу, потому что ни одной пары, ни одной пары, я уже говорила, что все было распродано, все до последней ниточки. Вот. Так что вот такие вот митинки, рукавички. Думаю, связать пар 10, посмотреть, мне кажется, они пойдут. Тем более, что они вяжутся очень быстро. Я буквально за один день их связала. Даже можно сказать за вечер, потому что ниточка толстая. Здесь, по-моему, на 50 грамм 90 метров. Или 85 даже. Не помню. И я вязала эту пару. Ничего не записывала. Вот тоже такая деловая. Думаю, ну, все. Я все запомню. Сейчас сразу вторую пару свяжу. Ну, так и не связала вторую пару сразу, потому что перекинулась на другое. Вот. И, ну, вязала по принципу, как у меня вяжутся митинки. Так, кстати, что-то я тут неправильно заутюжила. Вот. Как у меня вяжутся митинки с анатомическим вот таким вот вывязыванием пальчика. Единственное, что здесь вот пальчик. И вот привязывала сразу вот здесь вот под резинкой спицами поднимала петли. И вязала такой колпачок. Тоже здесь набирала отдельно на спицу. И вязала вот эту вот крышку. Как его назвать? Вот. И закончилась все в каждом ряду убавки. Ну, в носках я по-другому делаю, конечно. И здесь стянула последние 8 петель на одну ниточку. Все. Из этой ниточки сделала такую петельку. Очень быстро. И ушло на них. Слушайте, я даже не взвесила. Но больше одного мотка, это точно. Еще осталось, по-моему, грамм 70. Ну, я вам подпишу. Сейчас пойду взвешу, подпишу, сколько грамм у меня ушло на эти митинги. Вот. Так что попробую повязать. Потому что, ну, носки из такой, может быть, будет слишком толсто вязать носки. Шапки. Я попробовала связать шапку. Шапка колючая. То есть, очень колется для шапки. И для снуда тоже. Эта пряжа немножко колковатая. Поэтому я, скорее всего, ее использую вот именно вот в таком варианте на митинги. Так. Дальше. Что еще вам покажу? Что я еще связала как эксперимент? То, что со мной ездила сейчас в Хорватию на море. Ну, это вот такой вот бодик. Смотрите, какая милота получилась. Немножко свет здесь у меня. Ну, не могу найти себе место для съемки. На улице сейчас очень жарко. Но я на веранде все равно хотела, думала, света побольше. Настоящего, живого. Но оно как-то отсвечивает. Вот такая вот спинка. Здесь я пришила пуговички. Этот мастер-класс я нашла в Ютьюбе по этому бодику. Знаете, как Алена Спицына, по-моему, называется. Канал. Ну, не девушка, так ее именем назван канал. Вот она там вяжет очень симпатичные детские вещи. Я не знаю, насколько это будет удобно. Одевать на ребенка. Мой-то ребенок уже взрослый. Да и вообще, когда я рожала своего ребенка, мы еще пользовались пеленками для новорожденных. Бодики не одевали. Распашонки, пеленки были 30 лет назад. 29. Извините. А то она услышит, скажет мне, мама, мне еще не 30. Так что и памперсов не было. Тогда только самое начало было памперсов у нас в Беларуси появились. Ну, вот такой бодик я связала. Очень симпатичный. Вот видно, что немножко рядность, потому что это хлопок. Вязала я из пряжи Drops Cotton Light. Там, по-моему, 50% хлопок, 50% полиакрил. Да. А на 50 метров 105 или 106. На 50 грамм 105 метров. Если я не ошибаюсь. Вот такая красота. Связалась у меня. А вот этот бодик я связала. Он связан из Drops Mouskate. Да, здесь 50 грамм 100 метров. Это тоже с шортиками. Еще я его уже постирала. Мне осталось только обрезать вот эти вот ниточки, которые я обычно оставляю. Тоже на таких вот шлейчках. Ну, я предполагаю, что это на новорожденных. Так, все. Отключаюсь, потому что начали колокола. И вам ничего не будет слышно. Вот такая вот. Такая красота. Ну что ж, начнем. Так, начнем, наверное, с вами с больших размеров. Я вам покажу. Вот такие вот у меня связались. Смотрите, синий-синий. Так получилось. Но это разные. Вот так. Значит, всего у меня здесь 5 пар таких больших носков. Это размер 45-46. Дело в том, что меня спрашивали, когда я была на ярмарке в прошлом году. Интересовались люди. И ждать не хотели, хотели сразу. То есть я предлагала, я вам свяжу. Вот давала на выборы пряжу, показывала моточки. Но, как правило, все хотели, а, нет, ну, это возвращаться надо, это надо ехать. А ярмарка – это не какой-то центр города или что. Поэтому все равно я много продала, тоже вязала на заказ, пользуется спросом, оказывается. Я думала, итальянцы все картыши, но не тут-то было. Есть и очень даже приличные ноги. Так, и вот здесь у меня раз, два, три, четыре, пять пар. Пять пар таких вот носков. Вот такие расцветочки. Я вам так вот быстренько покажу. Вот это очень красивая расцветка. Тем более, что я вам уже все показывала их во время процессов, когда они вязались. Вот такая красивая расцветка. Ну, в основном синий, да, синий. Вот это очень красивое. Вот, как я вам показывала ранее, прикрепляю ко всем вот такую мою визитку, где внизу пишу размер. Здесь QR-код и мой номер телефона, если кто хочет заказать. После того, как купит носочки или там подарит. Вот, кстати, по весу весят такие носки. Вот я специально взяла с собой весы, чтобы взвесить. Весят они 85-87 грамм. Вот, все равно остается остаточек. Моток не вывязывается полностью. Вот таких вот у меня пять пар. Дальше носочки у меня размер 43. Вот такая стопочка. Здесь их четыре пары у меня. Да, четыре. С прошлого года у меня таких размеров, такого размера не осталось. Да, потому что еще здесь присутствуют прошлогодние остатки. И они у меня будут с белой этикеткой. Я их не меняла, этикетки также оставила. Вот такая пара. Вот они кажутся коротенькие, но они широкие. И они вот растягиваются. Потому что я мерила на блокатор. Не знаю, почему они получились такие широкие. Но, в принципе, на 43 размер они очень хорошо налазят. Ну, бывают же разные ноги. Бывают же и широкая ступня, правильно? Подъем высокий. Так что, может быть, кому-то и пригодится. Вот такая пара. Красивенькая. Вот такая. Так, кто там у меня? Кот. Котом тоже жарко, бедняжка. Вот такая. Это пряжа от газа, по-моему, да. Хэппи-фит. Очень мягкая. И вот такая пара. Снизалась. Я не говорю вам названия, не говорю цвета, потому что я все это показывала в моих предыдущих влогах, когда вам рассказывала про эти носки, когда они были еще в процессе. Так, по весу, по весу, сейчас я вам скажу. Вот такой размер у меня 43, да? Сколько он у меня весит? 75 грамм. 75 грамм ушло. То есть на 10 грамм меньше. Хочу сказать, что, что хочу сказать, что вяжу я все носки, я и моя мамочка вяжет, вот она вот эти большие размеры вязала. Все по стандарту, то есть в том плане, что у нас резинка идет, вот на этих покажу, 15 рядов. Дальше паглинок смотрим, если это большой размер, то побольше вяжется. Если это маленький размер, то поменьше, покороче. Ну, а, кстати, на большой размер, да, вот на 45-46 я набираю 72 петли. Вот, дальше, значит, резинка 15 рядов. И паглинок вяжется где-то рядов 50-40, не 50, вру, 40, да, 40. Пятка укрепленная. И, я смотрю, шевеление пошли. И здесь уже смотрите по размеру, какой вам надо. Вот, и закрываю обычным мыском, закрываю иглой, да, вот такое вот закрытие видно, надеюсь. Короче, все это я вам показываю всегда в моих влогах, подключениях недельных. Так, дальше, 43-й мы посмотрели, дальше у меня идет размер 42. 42, у меня получилась большая стопка, я даже не ожидала, если честно. Это вот, вот эта вот вся стопка, это 42-й размер. Не знаю, стоит ли, все буду показывать, ну, получится очень большое и длинное видео. Ну, я думаю, что, так, сейчас я взвешу, сколько у меня ушло на этот. 66 грамм на 42-й размер. Так, и здесь я петли набираю 68. Так, и зависит еще от пряжи, иногда 64. Ну, у меня пряжа, как бы, в основном стандартная, 100 грамм, 420-425 метров. Здесь что опал, что, как он там, называется, что еще есть остатки из бобинной. Так, ну, покажу немножко, да, вот, что здесь за расцветки у нас. Так, вот эти вот я вязала в рамках совместника, тестирование в прошлом году. Так они у меня продавались, продавались, так и не продались. Вот такие вот носочки. Дальше, вот это вот из последних. Такой цвет, вот такой цвет, мне, кстати, очень нравится. Так, вот эти, это у меня идет, это хеликс, мамочка вязала. Так, вот такой хеликс, тут уже, я, скорее всего, вот эти хеликсы поставлю на распродажу по меньшей цене. Вот, вот такой вариант, смотрите, какая красота. Так, вот эти полосочку. Так, что еще? Вот такие. Ниточки мы все подбираем, даже если узлы попадаются, мы стараемся с мамочкой их оттуда ликвидировать. Вот такой вот вариант. Тоже интересная расцветка. Так, что еще? Вот такие. Ну, вы их все видели, кто за мной следит в моих недельных влогах за этот год. Вот эти очень симпатичные. Так. Так, это с прошлого года остались у меня. Была бобина такая, мы ее все извязали, так что, вот, почему-то вот эти розовые так у меня и остались. Никто их и не забрал. Вот такие вот розовые. Я надеюсь, найдется нога такого размера. Дам какую-нибудь. Их купят. Вот эти очень милые. И вот эти. Синенькие тоже. Вот такая красота. Вот сколько у меня их. Всего у меня их 15 пар. Сейчас не знаю даже, куда мне их складывать. То есть у меня коробка, в которой были носки, остатки там, она маловато уже. Надо будет подобрать что-то, чтобы потом уже их заново не оттюживать, не отпаривать, чтобы они имели. И так и остались в таком вот товарный вид имели. Ну, да, до ярмарки долежали. Следующая стопочка у меня, стопка 41 размера. Тоже очень такая приличная стопочка. У меня здесь их 10 пар. Вот. Тоже постараюсь показать вам все расцветки. Такой. Вот. Это все как бы с одной, так скажем, серии. Еще один носок вяжется у мамы. Мама сейчас взяла. Поехала в Минск и взяла с собой тоже из этой серии. Так, вот этот цвет такой. Дальше это с прошлого года остались. Вот они, кажется, маленькие, но они налазят на 41 размер только так. Вот этот вот хеликс. Ну, это вообще, конечно, это у нас будет наша фишечка. Так, дальше. Так, вот, пожалуйста, хеликс с разной разнобой. То есть, как я говорила, это будет у нас со скидкой. Так. Так. Вот такой вариант. Красота. Вот такие вот полосочки. Так. Так. Вот такой. Такие красивые. И вот такая пара носочков. Смотрите. Это вообще как звездное небо. Это из последних. Так. Очень красивая расцветка. Супер. Так. Да. И весят они у меня. Весят у меня 41 размер. Сколько у меня весит. Так, дайте. Достану визиточку, чтобы она 65 грамм. Вот. Так. Так. И это был 41 размер. Дальше покажу вам размер 39-40. То есть, я их так назвала, потому что они... Потому что у меня есть еще 38-39, а есть 39-40. То есть, 39, который плавно уходит в 40. Так. Это. 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 И вот это. 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 Это у меня с прошлого года. Вот такие три пары остались. Одноцветные вообще никак не шли. Вот эти вот три пары у меня остались с прошлого года. Не захотела их никто купить. Так. Здесь у меня есть в основном хеликсы. Вот этот хеликс очень хорошо, кстати, смотрится. Так. Вот. Еще, пожалуйста, хеликс. Казалось бы, да, это хеликс. То есть, пяточка, резиночка и мысок связаны. А мереносовая ниточка у меня бобиная. Ну и как компаньон. А внутри уже от какой-то пряжи опал, наверное. Смотрите, как все подобрано. Это подбирала моя мамулечка. Она у меня брала в этом плане. Так. Вот еще хеликс. Здесь он немножко разнокалиберный, но тоже интересный. То есть, это у нас пара. Так. Далее. Все. Больше хеликса здесь нет. У меня здесь уже идет полностью такой вариант. Вот такие носочки. Вот такие. Стараюсь быстренько показывать, чтобы видео не получилось на два часа. Вот этот вот вариант. Это и последнее, которое я вязала. Я только закончила в Хорватии. Брала с собой. Кстати, да, не показывала вообще. Вот эти вот. Вот эти носочки. Тоже очень красивые. И, короче говоря, вообще не повторяются. Все разные. Все разные в этом году будут у меня носки на ярмарке. Если в прошлом году, да, кстати, это вот из этой же серии. Вот. И где-то еще должна быть одна пара из такой вот серии. А где она? В каких-то других размерах. Не знаю. Вот. Только здесь по-другому, видите, подобрана. И что я говорила? Что в прошлом году у меня была просто бобильная пряжа. И очень было много одинаковых носков. В этом году у меня все будут разные. Повторов, по-моему, никаких нет. Похожие немножко есть. Ну, а я. Вот так я достала. И все мои этикетки выскочили. Так, вот этот вот размер у меня 39. Ой, шерсть. Так, те я взвесила, вам сказала, да, сколько они весят? Нет? Не помню. Ну, в принципе, они тут уже особо не отличаются по весу. Ух ты, эти 75 у меня завесили. Почему? Наверное, еще пряжа от пряжи. 70. Размер 40. А 41? А, вот видите, скорее всего опал просто как-то у меня меньше. Опал не такой тяжелый. Так, дальше. Что вот это я? А, это сюда. Да, я взвешиваю. Так, вот эта стопка, которая 38-39. Вот такая вот. Здесь тоже есть хеликс. Есть прошлогодняя. Так, это у меня шестинитка. Толстые носочки. Так, это у меня с прошлого года. Но этикетку я просто поменяла. Вот эти прошлогодние и вот эти прошлогодние. Так, дальше идет хеликс. Смотрите, здесь все подобрано очень хорошо. Так вот, свет лучше падает. Мамочка моя подбирала. Вот такой хеликс она связала с остатков пряжи. Сейчас я вам покажу. Где-то я вам показывала сейчас носочки и такие голубые, желтые. Помните? Я вам покажу. А где они? А где они? Они же где-то здесь были. Вот они. Вот они. Так, вот. Смотрите, вот эти носки, да? А вот это хеликс. Из остатков. Прикольно же получается так. Ой, слышите. Сама смотрю, смеюсь. Так, следующие вот такие носочки. Дальше. Вот такая пара. Это все 38-39. Так, и вот эти у меня тоже 38-39. Эти я связала с высоким паглинком. Я или мама. Кто-то их вязал. Мама, наверное, их вязала. Я уж не помню. Я уж не помню. Кто из нас вязал. Вот такие вот. Я, наверное, отмязала. Да, высокие. Неважно. Вот такая красота. Очень высокий паглинок, но я померила. Он растягивается здесь, в принципе, очень хорошо. Получается на ножку. Замечательно. Так. Вот такие вот. Носочки. Хотел вот ради интереса взвесить. Взвесить я хотела. А, здесь паглинок. Ладно. Это взвешу, сколько весят. 62 грамма опал. А вот из того второго. Моточка. Ничего у меня нет в этих парах. Вот этот, но они очень высокие. Будет другой. Так. Дальше. Дальше у нас идет самый ходовой размер. Это 38. 38. 38. 38. Вот у меня две стопочки. Потому что одна получалась очень высокая. Вот. Здесь я хеликсы отложила. Выходя. Они и здесь есть у меня. Так. Ну что. Как вам показать. И остатки есть. Так. Хеликсы покажу сначала. Вот эти вот. Смотрите. Здесь тоже все подобрано. Идеально. Так. Так. Тех у меня. Размер 38, 39, 8 пар. А 39, 40 у меня 12 пар. Тридцать восьмой. Здесь мне 14 пар должно быть. По идее. Так. Вот. Такая красота. И еще. И еще. И еще. Да. Это тоже хеликсы. хеликсы. Это. Я их сразу положу сюда, чтобы потом и места нету. Забаррикадировала здесь. Так. Вот это у меня остатки с прошлого года. Вот это вот синий. Он у меня очень не продался. Это тоже бобина. Бобина это у меня до сих пор лежит. Вот. Вот. Кстати. Вот сейчас обратила внимание, что неправильно связаны пары. Ха-ха-ха. Неправильно. Я их так продавала, да? Смотрю, что две пары. А почему я так их сделала? Я, может быть, сделала их потому. Почему? А, я их по Пагалинку смотрела. Думала, они подобраны. А они не подобраны. Получается, что у меня вот здесь вот два на два резинка. Здесь, короче, какой-то кошмар получился. Ладно. Это мы разберемся потом. Представляете, только сейчас заметила. Хорошо, что их никто не купил. Так бы сказали, что это за рукодельница такая. Так. Дальше идет у меня вот такой хеликс. Тоже мамочка подбирала здесь у меня хеликсы. Она как начала вязать, какие понравилось, так она с таким удовольствием уже развлекалась. И смотрите, сколько красоты навязала. Вот такой вариант. Так, вот это вот из последних. Это последний мой предпоследний, который, помните, я с ним ездила. Я начала эту пару еще в апреле, когда ехала из Минска, уже в Италию возвращалась, начала в аэропорту. Потом мы съездили, господи, в Хорватию. Потом мы съездили еще куда-то. И здесь я их вязала. И где в больницу, когда ездила, я их все брала с собой, вязала. И еще раз они съездили в Хорватию, я их закончила. Все путешественники. Ну, очень красивые получились носочки. Так. Вот такой вот. Это с той же серией, по-моему, да. Похоже. Так. Вот такие носочки. Вот это пара. Где-то есть похожие, но немножко не такой. Там более яркий цвет. И вот это. Розовых у меня много. И с моим волосом. Вот такой. Такая расцветка. И вот здесь я смогу сейчас померить. Взвесить. Вот взвесим опал. И взвесим ту вторую пряжу, которая... Боже, как она называется? Ну, сейчас же возьму этикетку, скажу. Так. Так. Вот. Вот. Бат. Вот. Вот такая вот. Так. И, значит, опал. 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 У нас весит. 60. Тише. 64. А носочки из вул бута у нас весит 58. То есть легче. Немножко легче. Пряжа. Пряжа. Кстати, в мотках у них всегда больше... Больше метража. По метрам. Ой, по метрам. Больше грамм. Что я говорю? Больше грамм. То есть если в опале иногда бывает даже не доходит до 100 грамм, то в этом вул бат, да, у них постоянно 4-5 граммов. Больше. Так. И, значит, вот этих я сказала, да, 14 у меня пар. Сейчас 37 покажу. 37 у меня вообще остатки из прошлого года. Я уже перед этим говорила, видела немножко. Все это остатки с прошлого года. Вот. Ничего не продались они на те. Вот эти вот розовые никто не захотел брать. Так что, может, надо было митинги с них лучше связать. Ну, надо уже как есть. Так. Всего 74 пары. Плюс у меня остатки вот эти вот детские остались. Маленькие размеры с прошлого года. В этом году я связала только вот эти вот. Вот. И то потому что мне надо было извязать пряжу. И на курсах я показывала мне метод вязания. И я их связала. А так и их бы не связала, наверное. Больше. Потому что я решила детские не вязать. Вижу, что они не идут. Вот. Вот такая красота. Получилось у меня все про носки. Еще мы вяжем все 84 пары. Плюс вот эти вот детские. Потом мыши у меня остались. Всего, всего, всего. Получается у меня... Я собираюсь как бы сделать план 100 до ярмарки. Чтоб мы связали с мамочкой. Пряжа у меня есть еще только на 15 пар. Но должен прийти скоро абонемент у нас из опала. Так что... И, скорее всего, еще куплю... Хочу купить шести нитку. Шести нитку, чтобы связать и для курсов, и для ярмарки посмотреть. Может быть потолще тоже. Во-первых, и быстрее вязать. А во-вторых, может быть, они и лучше пойдут. Не лучше, но хотя бы так же, как и эти. Вот. Это все по носкам, дорогие мои. На этом буду с вами прощаться. В следующем видео я вам покажу топ, который я связала в рамках тестирования с Татьяной Мишиной, по-моему. Ну, короче, я вам поставлю ее данные все. Она продает этот мастер-класс. И можно участвовать как совместники, вязать вместе или отдельно вязать, если вы хотите сами дома в одиночестве. То есть там несколько вариантов участия в этом мастер-классе. Я вам просто поставлю фотографии, как получилось. Уже сегодня не принесу вам, не покажу, потому что будет очень долго все. А хотелось бы на нем больше остановиться. Так что я в течение недели постараюсь снять видео и показать. Еще я вам должна показать интерлак одноцветный, который я довязала. И никак я вам его не покажу. И я его даже еще и не фотографировала на себе. Потому что очень жарко. Очень жарко на улице. Он кашемировый. Он такой теплый. И как бы у меня даже фотографий его нет. Вот такая вот я. Браво, рогац. Ну, на этом все как бы. Сейчас я нахожусь в отпуске. Три недели. Вернее, уже неделя улетела. Осталось две недели. Так что буду вязать, отдыхать, смотреть какие-то фильмы. И надеюсь, вы тоже в отпуске будете или находите сейчас в данный момент и тоже отдыхаете. Так что желаю вам всего хорошего, приятного отдыха и всего доброго. Пока-пока. Ciao. Пока-пока.